Так, в этом видео мы поговорим, как можно подключить Grandstream, значит, модель GXP1625 к 3CX-серверу. Итак, что для этого нужно делать? Сейчас мы перейдем к 3CX-серверу и добавим это устройство. В данный момент это устройство сброшено на заводские настройки, то есть никаких настройок тут нет. Итак, перейдем сейчас к 3CX-серверу и добавим этот телефон. Итак, прежде чем добавить этот телефон, вначале перейдем к пользователю. Значит, в пользователях есть оператор 01 с добавочным номером 101. Перейдем сейчас в телефоны. Как мы здесь видим, вот здесь Grandstream GXP1625. Сейчас мы его выделим и выберем, вот, присвоить номер. В выпадающем списке находим нашего оператора 101 и нажимаем на кнопку ОК. Добавляем, нажимаем еще раз на кнопку ОК и ждем, пока настройки будут применяться к этому телефону. Телефон сам перезагрузится и применит все настройки, которые послал ему 3CX-сервер. Телефон перезагрузился. Сейчас настройки сервера 3CX передадутся телефону. И после этого телефон станет активным. Он привяжется к аккаунту пользователя оператора 01. И у него добавочный номер будет 101. Так, после того, как мы добавили наш телефон 3CX-сервер, мы сейчас его проверим, как он будет звонить и работать. Значит, оператор 101. Вот его номер. Сейчас мы позвоним на добавочный номер 100. У нас вот есть веб-интерфейс, веб-пульт нашего добавочного номера 100. И также есть у нас номер 111. Это систем-конференция. Значит, вот она. Это модель с NOM-C520. И сейчас, значит, мы в первую очередь позвоним на добавочный номер 100. Как мы видим, звонок поступает. Так, можем принять. Теперь мы приняли этот звонок. Так, и попробуем позвонить на нашу конференц-систему. Итак, звоним на 111. Принимаем. Раз, два, раз, два. Все. Ставим отбой. Значит, вот так можно добавить телефон Grandstream на сервер 3CX. Продолжение следует. Продолжение следует...